В северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь состоялся конкурс ледяных скульптур среднего размера. Мероприятие традиционное. В этот раз в нём приняли участие около 60 скульпторов из 12 стран. Работали от рассвета до заката при минусовых температурах. Большинство участников из России. Кирилл создаёт композицию, которая символизирует дружбу. Мы у себя в городе делаем скульптуры из дерева, украшаем город из металла. Зимой делаем изо льда, из снега. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы постоянно этим занимаемся. Художников становится всё больше, и скульптура набирает популярность. Всё больше и больше людей этим занимаются. Лися с мужем приехали из соседней провинции Дзили. Когда-то они создавали скульптуры из корней деревьев. Потом, девять лет назад, их заинтересовал другой материал – лёд. Сейчас изображают рыбу, держащую зонтик. «Я счастлива, когда делаю скульптуры изо льда. Каждый раз, проведя долгое время дома, я смотрю на ледяные скульптуры и как будто обновляюсь. Мы начали делать скульптуры из корней, но потом почувствовали связь со льдом и переключились на него. Теперь участвуем каждый год». А это работа Ханчжэнь Куня, жителя Харбина. Он изображает чёрного дракона и мальчика из народности Арачёна, в которой проживает в Китае. Согласно легенде, в реке сражались два дракона – чёрный добрый и белый злой. Арачёны помогли чёрному победить. Так и появилось название река чёрного дракона. Большую известна она как река Амур. «Я хотел использовать это творение, чтобы выразить дух нашей провинции, показать людям всего мира истоки происхождения этого названия. Мы хотим рассказать эту историю посредством скульптуры изо льда». Фестиваль снега и льда в Харбине начался 5 января и продлится целый месяц.